здравствуйте сегодня решили мы вам показать наших цыплят душа не выдержала кроме утиной фермы мы решили еще завести и ферму по производству яиц купили цыплят купили цыплят 6 марта им было 10 дней так они вылупились из яйца купили у девочки местной из старомельской она занимается выведением цыплят в инкубаторе яйца покупает а потом закладывает мелкими партиями их в инкубатор и выводит порода здесь цыплят на яйцо не на мясо и она как бы сказать беспородная порода то есть называется помесь купили мы два десятка здесь есть и похожие на браму и похожие на шелковых цыплят и на лохмоногих в общем полностью куча в общем когда мы купили им было 10 дней девочка сказала ничем их не надо кормить никакими лекарствами поить никаких лекарств давать то есть это порой а яйцо очень хорошие порода хорошая болезням устойчивая и ну в общем она оказалась права сегодня 16 как мы купили 6 марта им было 10 а сегодня 16 марта это значит им уже 20 дней и судя по тому как они прибавляют весе как они быстро растут подвижные и гривы летают то видно что действительно очень хорошие куры хоть бы не сглазить вот они почти ручные но держим их пока не на улице цыплят потому что на улице у нас еще мисо минусовая у нас уже цыплята живут 10 дней купили мы им когда им уже было 10 дней так что всего ему же 20 20 дней не сушечком ну какие здесь не сушечки какие петушки еще не видно ну будет видно попозже немножко когда они подрастут но в любом случае курочки будут и себя мы яйцами должны обеспечить если будет очень много петушков можно конечно лишние но не лишние которых если будет их больше чем нужно можно зарезать и употребили бить на мясо на суп вот такие ну вы посчитали что лучше взять на яйцо во первых они курочки эти меньше кушают чем бройлеры бройлеров если возьмешь они едят очень много корма дорогие и не получается не выгодно как бы держать единственная выгода в том что ты вроде кормишь знаешь каким кормом и без лекарств без употребления антибиотиков чистое мясо вот в этом выгода а по кормам держать бройлера тяжело дорого сейчас в кормстве а вот не сушечки они поменьше едят потом когда потеплеет их можно выпустить на улицу они будут кушать травку там гулять по воле у нас есть место для выпаса и они будут экологически чистая продукция будет без всяких химикатов без всяких добавок будут кушать зернышки червячков травку клевать бегать и по просторам наращивать мышечную массу ну то есть не так как бройлеры которые сидят в клетке нигде не бегают и потому они как бы ну мясо бройлера но не всегда полезно ну это конечно тоже едим покупаем магазине ну пока себе еще не пробовали выращивать может конечно и купим для того чтобы кушать экологически чистое мясо вот будем кушать экологически чистые яйца когда вырастут а потом сейчас еще мы подумаем посчитаем как по кормам по деньгам мы сможем выкормить хотя бы два десятка попробовать для себя вырастить бройлеров потом чтобы их можно было когда они достаточно подрастут у них масса веса будет хорошая и мы их сразу все зарежем и сложим морозилку ну как это не печально звучит и может быть как-то жутковато но мы выращиваем как бы животноводство для того чтобы обеспечить себя едой наше тяжелое непростое время когда кругом для того чтобы вырастить даже животных употребляются всякие ну не хорошие добавки и не говоря о том что да с добавлением антибиотиков потом если сам не дай бог какое какая валячка антибиотики уже тебе помогать не будут потому что ты их с куриным мясом наелся перенасытил организм а самим вырастите вот именно курочек ну немножечко на свою семью я думаю я посчитаю все все затраты думаю мы бройлеров возьмем да славик немножко и попробуем хотя бы я сыносных курочек мы раньше брали с ними не так тяжело они кушают действительно не так много как бройлер да мы брали 50 штук они конечно петушком было много наверно половина была петушком и их тоже вырастили зарезали сложили морозилку а курочки остались на яйцо и мы можем кушать чистое яйцо без всяких химикатов во-первых оно яйцо которое выращенное то есть которые мы получим от куры курицы выращенной на природе на вольном выгуле она даже как лекарство расценивается не только как еда то есть им можно даже вот ну как у кого проблемы желудком и витамин d содержит полноценный потому что они на солнце играют все время и кушает вот эту зеленую травку зернышками витамин d очень полезен в яйцах который и вообще можно даже гастрит желудка вылечить натощак вот домашнее яйцо каждый день в течение месяца выпивать и гастрит и вот я даже на себе это испытала гастрита вылечила лекарствами не могла гастрит вылечить а вот домашними яйцами тем что натощак один раз в день утром с утра не кушая не завтракая не даже стакана воды не выпивая выпивала сырое яйцо и завтракала только через час после того как выпила яйцо и через месяц никаких болей в желудке и вообще никакого гастрита как будто вообще и не было помине но это только если яйца домашние желательно сами вы знаете что они сто процентов дома куры выращенные и магазине нема магазинные все для такого метода не подходит ну вот такие мы хотели с вами поделиться нашей радостью вот мы с ними целый день возимся со славиком тут им они у нас на кухне сидят в коробочке по им кормим с рук и они у нас как ручные ну как летают летают но мы за ними хорошо ухаживаем подстилку меняем чтобы чистая постилка это залог того что птица будет здоровая всегда то есть чем чаще вы меняете ну пока мы пеленочки там стелим старые еще от детей наших оставшиеся а вы не надеемся ждем тепла чтобы выпустить их и на улицу ну еще раз подчеркиваю никаких химикатов мы никаких лекарств для выращивания или для ускоренного и выгонки ускорение роста их не применяем только чистая вода чистый корм ну и свет мы днем светим на ночь мы выключаем и они уже привыкли днем они едят бегают летает прыгают а ночью только свет выключил темно все тишина они спят вместе с нами дрессировка у нас но они нас практически не боятся девочка которую мы купили их очень хорошенькая я ей верю она мы прошлом году не брали уточек шипунова они называются или индоутки по-научному ну в общем тоже брали у нее десяток тоже для себя попробовать ну все живы до сих пор живут вот ждем что начнется у них тоже яйценосность и мы будем иметь своих маленьких утяточек очень девочка хорошая если вы хотите мы напишите нам в комментариях мы вам дадим ее координаты она не занимается оптовым выведением вот этих цыплят утят там гусят у нее маленький инкубатор она чисто немножечко для себя и на продажу чтобы ну как наше трудное время женщине с детьми как-то надо выживать ну выживает каждый как может понемножечку занимается вот с таким вот сельским хозяйством в общем птица идеальная идеальным по сравнению с некоторыми мы один раз купили ну да мы не будем делать анти рекламу ну вот эта девочка просто супер я мы ни разу не пожалели не о том что взяли у нее удочек шипунов или индоуток и вот курочки не сушки и может 20 дней они как маленькие курочки только что маленькие нашли травку или нитку ну да нитку нашли а где я не дотянусь туда то вон они здесь вот вторая вон там нет никаких сложностей ухода нету но только немножко пахнут они но я думаю ничего страшного мы как-то с этим мы миримся нам это нормально все мы не чувствуем запаха а так они ручные красивые попадаются я же говорю породы лохмоногие шапочкой шелковые даже я смотрю какие-то вот перепелчатые но в общем разные мать это называется смесь сортов помесь так что вот так вот люди занимайтесь экологически чистыми продуктами для себя в наше время это очень важно потому что очень много слишком много черный чуть-чуть там бог чешет слишком много при выращивании бывает добавляют антибиотиков ну вот мы поделим что такое что такое что такое что так что у нас теперь кроме индоуток от которых мы тоже ждем потомство в скором будущем вот потеплеет появились еще и куры несушки цыплята несушки но они растут очень быстро будут значит скоро курочки несушки и в будущем пытаемся завести бройлеров конкретно вырастить их для мяса может не так быстро как это делается на птицефабрике то есть не применяя ускоренные методики а именно экологические чистые шапочка на голове не кричи не бойся вот шапочка все затихли вот если вас будут какие-нибудь вопросы можете написать в комментариях мы ответим подписывайтесь на наш канал нам очень приятно если вы пишете какие-нибудь комментарии и ставьте лайки и дизлайки будем ждать вопросов может быть вы дадите какой-нибудь совет чем заняться нам еще кроме уток курочек бройлеров всем понемножку и уже как бы сказать ну помимо того что и огород уже будет как органик еда органически чистая сейчас во всем мире органически чистая еда самые дорогие до продукты на этом наверно будем заканчивать свое видео до свидания до новых встреч до завтра мы вас всех любим всем вам здорово счастья привет из краснодарского края станицы староминской якоблева лариса домашний блок подписывайтесь ставьте лайки